итак приветствую друзья мы посмотрели с вами сейчас интересный классный домик во всяком случае мне этот дом прям безумно понравилось дом не максимально зашел и сейчас да классный дом на бытхе сейчас мы с вами поедем снимать немножко домик подешевле по бюджетнее потому что я прекрасно понимаю что многим из вас не понравилась цена потому что ценник у дома эквивалент двух комнатной квартиры в городе сочи но многие рассуждают что проще за эти деньги купить себе двухкомнатную квартиру хорошо что здесь например прям просто шикарный у нас заезд здесь я специально решил немножко покрутиться но люблю и крутится знаете и давайте мы с вами проедемся в сторону улица подгорная дороге много чего покажу и посмотрим что же такого интересного вы можете себе купить в том числе и на подгорных конечно здесь много у нас машин которые ставятся потому что здесь очень много тех самых в том числе и жилых помещений и так далее ну в общем обзор дома я снял и ну и конечно многим будет интересно для тех кто себе выбирает потому что дома я снимаю в разной ценовой категории есть прям совсем такие дешевые дома там не за этом дешевле не придумаешь но есть немножко дома и подороже мы сами выезжаем где нас находится как раз жилой комплекс white palace сейчас пройдем мимо моих родителей и заодно я покажу многим из вас как можно например добраться с данного дома например добраться до гимназии номер девять по боже но до гимназии номер девять мы сейчас с вами пройдемся чуть дальше вот здесь видите есть тротуар безопасный ну и в общем вот так вот мы с вами нам немножко если пройти вот на знак уже появляется осторожно дети и вот в этой локации уже имеется та самая девятая гимназия та самая девятая гимназия вот наши дети идут школьники вот вниз вы запускаетесь и вот на вам гимназия и вот на вас море в принципе до моря как бы не дальше чем с жилого комплекса white house белый дворец сейчас мы с вами пройдем в сторону донской донской донская будет конечно подальше от морем но тем самым там будет подешевле там реально будет подешевле 12 минут давайте я тут немножко подкручу даже вам было комфортно смотреть мы здесь с вами выезжали проехали с правой стороны эту самую гимназию соответственно как бы плюс дома от которого мы сейчас выезжаем это прям вот но хорошая шикарная гимназия прям вот она в пешей доступности надо сестре предложить у нее два ребенка это может быть они захотят тот дом себе приобрести тоже дом хороший и вид есть у дома и и баня есть и гараж есть и все как говорится 33 балага все имеется здесь мы с вами видим парковку по сочински соответственно спаркуется все как угодно хотя можно здесь подальше немножко проехать ну да кстати с этого дома если например которая снимал и нужно будет вам ну уехать центр вы сразу в центр попадаете в течение там не знаю 5 минут не больше ну до светланы пять минут езды ну а если вдруг захотели поехать в сторону адлер на рыбалку вы можете открыть любое видео где мы с отцом катаемся и поймете по локации куда сколько вам по времени ехать все очень близко бытков в этом отношении конечно уникальное место и там дешевых домов не бывает априори мы сейчас съезжаем на дублер курортного проспекта и по дублеру курортного проспекта мы сейчас с вами доедем до нужной нам локации покажу вам второй дом второй дом он стоит в разы дешевле ну в четыре раза дешевле так сполирнул ну и соответственно площадь дома немножко поменьше потому что здесь с которого дома вы выезжали площадь дома 400 квадратных метров плюс еще гараж 70 квадратных метров плюс еще гостевой дом плюс еще гостевой сарай в общем дом мечта дублер курортного проспекта помогает нам преодолевать расстояние поэтому многие когда убирают себе дом смотрят чтобы была удобная дорога чтобы для удобных подъездных путей вот этот товарищ нам дорогу не уступит это у нас хондо с правым рулем они все пытаются на дорогу доказать что они ничем не хуже тех ребят которые с левым рулем ну и само собой у них есть небольшой комплекс сейчас мы с вами оказались уже не в Косинском районе потому что бытка это Косинский район уже с вами оказались в центральном районе центрального Сочи вот этот съезд если бы мне нужно было повернуть в остров мечты я бы съехал здесь направо и все я бы съехал бы направо и как раз бы оказался бы либо в центре Сочи то на улице Горького либо оказался бы где-нибудь в жилом комплексе остров мечты тоже довольно таки удобно а вот через один километр у нас будет съезд как раз в сторону микрорайона который называется Донская там тоже будет у нас затор небольшой ну например если мы возьмем с вами дом куда которую мы сейчас идем снимать у этого дома есть один большой и огромнейший плюс плюс заключается в том что он находится гораздо ближе к торгово-развлекательному центру Мари Мола с правой стороны торговый центр Мари Мола хотя и с того дома например если вдруг захотели например себе расстроить дом например если хотите там квад там поехать в Мари Мол за продуктами или еще что-нибудь то у вас дорога займет не более 10 минут как говорится мелочь но приятно вот так кстати нельзя поворачивать вот так вот нельзя через и здесь тоже через сплошную линия нельзя поворачивать ну в общем есть моменты которые в Сочи только сочинцам понятно эти правила дорожные движения движения по полосам сейчас нам нужно перестроиться налево сверху у нас дублер курортного проспекта ну и где-то улица Чайковского должны будем сейчас повернуть на улицу Гагарина в этой локации осталось ехать всего лишь 5 минут у меня сегодня такой тур знаете я сегодня квартиру снял с ремонтом возле парка Ривьера там тоже там в полтора раза дешевле рынка сегодня дом снял по цене в два раза дешевле рынка понимаете сегодня короче у меня прям такое как бы называется наверное видеоролики все из категории вкусняшек ну реально вкусные все для вас предложения шикарнейшее предложение для вас я думаю что многим из вас прям зайдет хотите двухкомнатную квартиру классно прям 20 метров от парка Ривьера да ради бога есть такое предложение хочется дом по цене дом по цене не знаю дом по цене маленькой с мебелью по цене двухкомнатные квартиры вот как бы возле парка Ривьера в старом фонде да ради бога берите в общем сегодня я прям считаю ну показал вам ну реально классные объекты которые вот вы любите смотреть вы же не любите смотреть чернуху любите смотреть квартиры с ремонтом я думаю многими за зайдет многим из вас прям реально зайдет здесь по словам сейчас поворачиваем если направо поворачиваем то у нас торговая скация там ремонт налево это как раз будет нас тоже донская только мы будем двигаться в сторону мамайки здесь мы поверем налево если мы с вами поехали напрямую повернули направо то попали бы в классное место где вы можете прийти и выбрать себе автомобиль для души конечно автобус у нас боженька просто останавливаться как здесь как бы автобус остановки нет автобус остановка есть немножко подальше ну чем мы будет отличаться улица подгорная от улицы которая у нас ну которым ну я ему призывали сами на бытки будет отличаться нас тем что здесь конечно заезд будет как говорится не дай бог каждому экономить электричество дорого плохо обходится поэтому поэтому фары не включают здесь старый фонд есть называемая жилая зона здесь у нас те самые жилые гаражи то сам порнуха сочи как бы есть вот на квартиру дома и есть жилые гаражи вообще нет такого понятия жилой гараж но люди себе сами сделали гаражи здесь конечно дорога не с односторонним движением здесь просто жопа здесь дорога с двухсторонним движением не дай бог разъехаться здесь из категория чего-то невозможного хотя по идее дорогу могли бы немножко и расширить либо сделать дорогу за односторонним движением дорога асфальтированная дорога да хорошая но эта улица подгорная для меня это сюда из категории страха и разврата потому что в случае чего ты здесь ну реально не разъедешься либо выбирать какой-нибудь альтернативный маршрут но здесь есть хороший дом здесь рядышком школа здесь рядышком детский сад и еще раз повторюсь дом то тут вы даже просто если захотите купить квартиру 63 квадратов метров например в острове мечты вы не сможете купить здесь дом стоит в разы дешевле если helpful купить в альпийском квартале 63 квадратов этого вот эти деньги даже в квартиру в альпийском квартале с ремонтом вы не возьмете без ремонта может быть возьмете но с ремонтом вы не возьмете тихо 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 вот эти чем плохо правую роль тем что не знаешь куда ты может доехать на нем слишком много слепых зон и вот здесь мы с вами поднимаемся прям немножко у нас будет извращение и разрада так чуть-чуть прям будет прям чуть-чуть чуть-чуть все вот мы с вами доехали до того самого домика целом не все так плохо ем и как же здесь поставить машину чтобы чтобы ее не уделать ладно придется ставить вот сюда даже даже он ни фига себе поползла даже опасно становится прям ползет представляете ладно будем показывать вам дом да извиняюсь за долгое вступление которое было аж 12 минут но зато теперь мы можем посмотреть обзор дома да кстати даже бонусами покажу два домика вот она у нас есть территория где можно поставить свой автомобиль соответственно можно продлить либо соответственно сделать бассейн вид у нас идет на реку сочи здесь такая довольно-таки серьезная опорная стена при желании бассейн может сделать вот с этой стороны целом все хорошо все прекрасно все замечательно но опять же даже отсюда видно немножко горы жилой комплекс который называется 1 2 3 это у нас микро иначе который называется макаренко ну а это у нас микро район который называется та самая донская злая донская да да именно так ну помимо всего что нас здесь здесь земли немного всего лишь 5 соток соответственно также можно машину там ставить CAN в принципе ну я считаю, что очень даже хорошо Может даже одну машину здесь поставить Жена поставила с той стороны машину Все хорошо, все прекрасно и все замечательно Вот видите, там что-то даже посадили Но так как у нас немножко на горе, то может быть и заморозки Поэтому все в процессе Само собой, если бы этому домику Немножко до ума кое-что довести Во всяком случае, я бы довел до ума Это забор бы сделать Все сделать, и сразу бы ценность дома Сразу бы заросла Дом у нас на монолитных сваях Соответственно, здесь без свая, конечно, строить ничего нельзя Дом у нас с ИЖС, со всеми документами Подходит в том числе и в ипотеку Давайте зайдем все-таки в сам дом И посмотрим, что же он из себя представляет Ну что, давайте посмотрим сам дом Дом с ремонтом И видно сразу Нормально сделана хорошая лестница Безопасно Соответственно, здесь у нас имеется Спальня, либо кабинет Кому что угодно Ну и здесь мы с вами видим Тоже вот непосредственно Весь микрорайон По большому счету В принципе, спальня Ну, довольно-таки неплохая Вот мы сможем сориентироваться Знаете, когда мы смотрим С вами спальни черновые Там можно, пускай, там плохо Или хорошо и так далее Есть, соответственно, санузел Санузел, кстати, большой, нормальный Вот такие санузлы я люблю Когда и стиральная машинка помещается И все остальное Слушайте, ну хорошо Прям стиральная машинка Прям однозначно зачет Здесь, соответственно, гардеробная Тоже можно много чего Здесь напридумывать Кстати, рядышком с домом Находится школа Детский сад Торговый развлекательный центр Боремол Все довольно-таки близко Ну и вот здесь мы с вами проходим Здесь есть у нас та самая Зона, так скажем, гостиной Где можно посмотреть Тот самый телевизор Да и, знаете Мне, наверное, вид понравился Больше папе бы Потому что папа любит Когда там вид на речку Ну, как бы Ну, все очень круто Телевизор Ну и здесь, конечно же Есть у нас еще Вот та самая Зона кухни Кстати, умно сделана Прям сделана с умом В каком плане Ну, вот у нас кухня Например, она не бросается Вот в зале она не бросается По большому счету Если здесь поставить угловой диван Получится вполне себе Даже очень даже хорошо Да и кухню можно не переделать Посмотрите, все красиво Все гармонично Говорю, тут в доме Вот сделать просто-напросто Небольшой, так скажем Ну, не знаю Там, заборчик поставить По мелочи И уже будет дом восприниматься Совсем по-другому Ну, как первый этаж Я считаю, что Первый этаж полностью Соответствует всем параметрам Которые чаще всего Вы хотите увидеть Ну, не знаю У меня, кстати, вопросов К первому этажу Нет И лестница подсвечивается И вид есть Даже вот с первого этажа Даже если там что-то построится Кстати, соседский участок Продали за 8,5 миллионов рублей 4,5 сотки Чтобы вы понимали Когда вы узнаете цену дома Вы будете приятно удивлены Потому что действительно Дом стоит под снег Гораздо ниже рынка Да, в этом доме живут В этом доме есть В том числе и отопление Все, как говорится Как вы любите Ну что, давайте поднимемся С вами наверх Ребят Давайте с вами поднимемся Кстати, ничего не скрипит И наверху у нас Будем сейчас смотреть Что же есть О, есть санузел В принципе, неплохой санузел Кстати, ремонт такой свеженький Не могу сказать, что там супер дорогой Но ремонт, в принципе, такой добротный Соответственно, на первом этаже У нас теплые полы А на втором этаже У нас батареи Радиатора Сразу говорю В доме у нас Обогрев идет Через электричество Газ пока сюда Не заводили Есть детская комната Вид все равно На речку Вид шикарный Вид прекрасный Ну и опять же Я спросил Сколько уходит Содержание этого дома Потому что здесь живет семья Из четырех человек Смотрите На воду уходит По деньгам Примерно Получается Четыреста рублей Не больше Плюс здесь Септик Да? Лос На интернет Здесь уходит Восемьсот пятьдесят рублей Месяц И На электричество Если берем с вами Декабрь месяц В декабре месяце Ушло на электричество Без малого Получается Семь тысяч Декабрь был Довольно-таки Холодный Если например Мы возьмем с вами Например Вот Ноябрь месяц Ушло пять тысяч Ну а в летние месяца Уходит Не больше чем Три тысячи Само собой Конечно же Здесь при желании Можно сделать газ Сделано все Для того чтобы Можно было Пользоваться И газом В том числе Ну и по большому счету Мы увидим с вами Прям Действительно Вот она Спальня С этой спальни Уже С балкона Видно море Но опять же Чтобы Было море видно Это уже хорошая погода По большому счету Раз спальня По большому счету У нас вторая спальня По большому счету У нас третья спальня И по большому счету У нас еще и четвертая спальня Само собой Можно было Немножко сделать по-другому Можно сделать меньше Но опять же Четыре спальни В доме это действительно очень-очень-очень круто, ну согласитесь же, я считаю, да. Остается немножко доработать, я посмотрел, даже с учетом того, что дом все-таки у нас 170 квадратных метров, учитывая, что есть две парковки свои бесплатные, нет перебоев с электричеством, рядышком вода, ну и вода, рядышком школа и все остальное, там вот торговый заразительный центр Малимолтова, можно пешком спокойно дойти, в этом отношении я считаю, что просто цена подарок. Какая цена? 25 миллионов, ребят, 25 миллионов рублей, 25. Соседский участок, кстати, был продан без малого за 8,5 миллионов рублей, там чуть больше трех соток, вот как бы так. Поэтому в целом, как бы, можете прикинуть, сколько будет стоить, например, взять участок, там даже если вы сможете найти, опять же, этот участок взяли сами себе риэлторы с одной крупной компанией, вам такой бы участок обошелся минимум в десяточку, в 10 миллионов минимум бы обошелся. Они там долго искали, долго уговаривали, сейчас кто как раз с собственниками разговаривал, вам бы вышло гораздо дороже. Ну, и построить дом, провести все коммуникации, провести интернет, провести электричество, сбоев здесь никаких нет, ничего нет. 25 миллионов, ну, я считаю, хороший вариант, ну, действительно хороший, мы находимся с вами нигде, там не в ебенях, там не в высоком, там не в низком, мы находимся в хорошем, классном месте, мы находимся в центральном районе центрального Сочи. Вот так, пока.